28 июля 2019 года Крестозырская община в городе Барнаула в трапезной после службы Брат, ты остаешься сегодня? Нет А что ты? Нет Побежишь? И куда ты от нас побежишь? Может стоит притормозить? Плохо Ну, в смысле, хорошо в дверях, но плохо, что-то Залазь, садись, садись Теперь все за корзинкой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, Великим постом там подряд, почти три воскресенья в подряд Успенским постом Успенским, наверное Успенским, наверное Ну, как Великий, но Вы ко мне идите Успенский постом Две недели Так что, в Патеряевке там все живые Простите Вот На Тихто занимается плотиной Укрепляет бульдозер Привяжи бульдозер Большой бульдозер И там занимается Рыбной ловлей? Ну, это рыбной ловлей Там уже братья Сейчас он там полностью трактористы Срока фиксирует минуты его работы А откуда вам данный трактор? Я не знаю Ну, они где-то у них Я не знаю, где у них эта компания Успорченный или с Мамонтова? Нет Нет, здесь Вот это, с Барнаула А, с Барнаула О, ничего себе Барнаула Только за доставку туда бульдозера 28 тысяч Вот они доставили бульдозера 28 тысяч Это уже Ну, от шины, что ли, его доставляли? А как он? А нет Он ходит, он большой бульдозер Он идет там Как черепах Он тихо ходит только Он тяжелый Да Километров 6-8 Час Большой бульдозер такой Ну, 130-й 170-й Он старый Ломается Старый тракторист Тоже старый Опытный Опытный Он 66 лет уже Я, говорит, уже на пенсии нет Уволился Молодой работал Ну, опять пришел Ну, давай хоть немножко Это Вот Представьте, как я У меня старуха на меня как ругается Только Вы знали Что я опять уезжаю в командировку Это, ну Это, ну Интересно Игнатий Тихонов Что-то ему там это говорит Игнатий Тихонов Вы Возле меня Не суетитесь сильно Что надо Я спрошу Там это или это Что нужно Я спрошу Что мне надо Я спрошу Ага Не вопрос Простите нас за такое пение Вы с нами устали Хорошо пение Прекрасно Вы с нами устали Сегодня Нет, 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 нет Несколько Мне даже так было Как-то Радостно Главное есть кому петь Молодежи нет Нина Александровна Я за сорок лет Я всякого пения нашел Так что у нас не самое плохое Этому нет Однажды было такое Это были восемьдесят Седьмой, восемьдесят Восьмой год На севере Там Междуреченск есть Междуреченск есть Аха и Канда Две реки Там Небольшой Рабочий поселок И там открывали общину И меня туда Значит Не каждое воскресенье А в месяц Раз я должен был туда Выезжать и проводить службу Я беру с собой Псаломщицу Она сейчас Псаломщица В Карабинниково Вот Наташа Ну и приезжаем Бабушки там Человек пятнадцать их собралось Ну и вот Начала я служба Они запели А у них уже свой напев Они там Пели Я обернулся Она стоит Разводит Я что делать Она не может им что Тон дает У них этот тон Они свой тон Да так громко Они значит Господи Возваг От всей души От всей сердца Пускай поют Да Я им Мошу Молчи Ладно Отдохни Не надо Пускай они Поют Они Пока Господи Возваг Поют Я и посижу Отдохну Они растягивают Там громко Потом я спрашиваю Вы Вы Что-то громко Кричите Поёте А там они Больше то ли Эти хохлушки были Сосланы Батюшка Да мы хотим Чтоб Господь Нас услыхал 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 Да Я не Во весь голос Сколько я Вот так 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 Кто Автомобилист У нас Кто сможет Меня провести Мне нужно сейчас Ненадолго буквально Димитра Росовского И Знаменский Всё Выходим Поехали Так Ко мне какие вопросы Ещё раз Паша Батюшка Вот Вы На следующее Через воскресенье Да А потом Сказал Постоянно Пост Я буду По крайней мере два воскресенья В пост буду Здесь Потому что там попадает На неделе преображение Успения Я буду Потерять А воскресенье Я буду Два воскресенья подряд Даже три получается Будут здесь Лагерь то ещё работает Какой лагерь? Лагеря нет Гости Гости хоть когда приезжают Гости приезжают Гости приезжают Лагеря нет Сейчас вы видите Сейчас ужас В Крайе что был Лагерь Палаточный лагерь Ужас что творится Да Сгорело 26 палаток Да В палатке были Двадцать две девочки погибли Четверо 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 Ну это сначала двое В больнице А где это? В Хабаровске В Крайе В Палаточном Сейчас арестовали Директора этого лагеря Там арестовали Вот Ну там идёт Расследование идёт В больнице ещё Находятся там Десять или двенадцать То есть они Угарным газом этим Да Эти уже как бы не в опасность А вот четверо Четыре трупа Есть Там попутно ещё Там были они Холодно А никто додумался Какие-то эти обогревательные пушки Ну обогреватель Ну и развешивают одежду И упало полотенце на дно Загорел А ночью все спали На ночь А палатки все Материал это такого Что они вспыхнула Одна Синтетика Рядом стояли палатки Ветерок Ну и пошло полыхать Рассказывает один там Парнишка там говорит Мы выскочили Все Я вот в трусах Все мы повыскакивали Голые Говорят И стоим А холодно на улице А всё горит Говорят везде Кто кричит Где там У кого обожонок Вытаскивают Вот Представка Сейчас По всей стране Дали указания Это всегда Как где случилось Но А до этого нет ничего Случилось там В Кемерово Сколько там сгорело Вишня 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 Ну сразу везде А потом опять успокоилась Успокоилась Теракт Случился теракт Ну на вокзале Там везде там Мазер Трога Прошло сейчас Я вчера захожу на вокзал Нужно было там билет купить Свободы никого нет Стоят где-то 10 милиционеров В одной стороны Там стоят между собой Что-то они там анекдоты рассказывают Охранники стоят Это И сколько проходит Для чего эти Детекторы все Это Он никогда не Я не видел Чтоб кого-то остановил Что там хоть чего проносить Там можно наверное Гротномет пронести Ну а что нельзя В свое время В Волгограде Теракт Как раз в том месте Где стояла эта рамка Вот Она В ней народ скапливается Еще больше чем Был бы простой проход Так зашли и Ну да А здесь А здесь стоят как раз И поездом И народ надевается Ну вот это Именно На это И среагировали Сидит охранник Проходить вниз к поезду Тоже там Значит это Когда заходишь оттуда Он сидит Обычно сидит Он сидит Он смотрит Дремит сидит Зачем посадили Столько это же лишних денег Это каждому надо будет 20 тысяч Да надо А их там десятки Зачем Они что не сделают Он сидит старик Сидит уже видно Пенсионер там сидит И дремит сидит Кнопка у них у каждого Какая кнопка Прилок Да у меня на прилке Да перестань ты Прилок Там его Он когда спит Там его Молотком колотит Не сразу оснется Ну два раза Прилоком его Ничего это так всегда И вот сейчас Все лагеря Стали там Многие лагеря Где палаточные лагеря Все прикрыли Указание было Значит С выше Всегда так у нас делается Пока беда какая-то не стухнет Мужик не перекрестится Вот так В сообщениях еще было Где эти палатки стояли В самом деле Там какой-то Ну или отдых Там здание хорошее Оборудованное Все Жилье такое Что там богатые отдыхают И их туда детей-то не поселили То что нельзя Детям-то интереснее быть в палатке Понимаешь Вот у нас когда был лагерь Сделали шалаш там Из это Прутья и сеном Да шалаш-то только За хорошее поведение Кто заслужил-то Туда Тем разрешали Они все хотели бы в шалаш Там залезть Понимаешь Романтика Романтика Интересно Поэтому Киргизия Как-то там значит решили Те киргизы Где живут там в юртах Их ну Создать им благоприятные условия Построили там дома Только там все там Кухня там Туалеты Все Но они говорят в этих домах Говорят Нет Рядом с домом Они юрту ставят Та же в юрте Говорят Приятие в юрте Это же жизнь Где привычное Но Поэтому Не по этому Что там богатая там А им не дали Нет Дух лучше Ну это объявили Сейчас это Хорошо Так ну что Я поехал Если нет никаких А все Уже вы в машину Все Я съесть за мной И И И И И И И Почтение Евангелие Валерина Там Родился У Евангелия Евангелия от Марка 2 глава 3 стих И Притом Спустили сквозь кровлю О чем впрочем Макфей умолчал У Марка об этом говорится И Видя Иисус веру их То есть веру Или Принесших Расслабанную Так как Господь часто Чудодействовал И ради Приносивших Или же Вместе веру Самого больного Называет чадом Или как Создание Божие Или За веру его Желая же показать Что главная причина Расслабления Были грехи Сначала Отпускает грехи А потом Исцеляет от недуга И тела Это значит 3 и 5 стихи При всем Некоторые из книжников Сказали Сами в себе Он богохульствует И сужи Видя Помышления их Сказал Для чего вы мыслите Худое В сердцах ваших Ибо Что Легче сказать Прощаются тебе грехи Или сказать Встань И ходи Толкователь Тем Что знает Помышления их Господь Показывает себя Богом Ибо Никто иной Не знает Помышления другого Обличает же их Как бы так Говорят Вы почитаете Меня Богохульником За то Что Присваиваю себе Право Отпускать грехи Что Подлинно Великое дело Вы думаете Что я Прибегаю К всему Для того Чтобы Не быть Обличенным Во лжи Но Я Исцелением Тела Удостоверяю вас И в исцелении души Делом легчайшим Но Почитающимся У вас Труднейшим Докажу И отпущение Грехов Которое на самом деле Важнее И труднее А только Вам Кажется Легчайшим Потому что Оно Невидимо Восьмой Девятый стихи Но чтобы вы знали Что сын человеческий Имеет власть на земле Прощать грехи Тогда говорит Расслабленному Встань Возьми постель твою И иди в дом твой И он встал Взял постель свою И пошел в дом свой Народ же Видя это Удивлялся И прославлял Бога Давшего Такую Власть Человекам Толкователь Повелел ему Нести Одор свой Дабы Не почли Случившиеся Мечтою Ну призрачным И дабы чудо Видел вместе И народ Который Почитал Христа Простым человеком Хотя и большим всех Народ Вокруг был Это Здание Девятый Стих Проходя оттуда Иисус Видел человека Сидящего По имени Матфея И говорит ему Следуй за мною И он встал И последовал за ним Призвал Матфея Не в одно время С Петром Яковым Но когда Увидел в нем Готовность Веровать Так и Павла призвал После того То есть было Благовремение Ты же Подивись Евангелисту Который так откровенно Обличает свою жизнь Тогда как прочие Скрыли Самое имя Его Называя именем Левий А что он Обращен одним словом Это было Делом Божиим Аминь 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 Абоняющая Татьяна Кузьминовична Давайте Сейчас скажу Значит Вот Татьяна Александровна Она у нас здесь сидит Слава Богу Сегодня Но молитесь за нее У нее с ногами тоже тяжело За Игоря мы молимся Да Елена Алексеевна Позвонила Что у нее Нога вообще Отстегнулась Нянила Да Очень плохо В ней Александра Михайловна Заболела У нас Прямо Мария Яковлевна Ее выписали Но наверное ее Оля забрала Вот так Ну и Валя Барышникова Молитесь тоже за нее Она там в больницу сейчас ходит И Как бы Александра Михайловна Тоже Как простудилась Еще и нога больная Ну вот еще и Ну и Раиса Николаевна Ну и Раиса Николаевна Тоже себя плохо что-то чувствует Ну и про Наташу Ну и про Наташу скажи А еще Наташа и Валера Да Наталья и Валера Тоже Галя написала Да Что они поехали куда-то в поездку Пять часов езды Она Наташа за рулем Сейчас Он Да Они уже добрали Вчера это было Вот Ну попросила Вот она молиться Что дальняя дорога Такая Что они там едут Не знаю Ну наверное за помощью Какой-то я думаю Потому что Ну они еще и возвращаться будут Поэтому Тоже молиться Ну Пока за путешествием По его вопросу Это по его вопросу Еще Еще можно Я еще два слова скажу Вот братьев все время у нас Сколько уже это Делают все И все Можно я им большие просорки дам Игорю Болящему Он тоже у нас почитает Это И вам пожалуйста Севастер Спасибо Ты же пекла Еще болает Спасибо Николай тоже Брата Николай тоже Приболел Я здоровый Не-не-не-не Бери-бери-бери-бери А у нас Сказать Или сама сказать Я еще хотел сказать О маме моей Валентине Она передает всем поклон Спасибо Ну просит тоже Молиться У нее Ну Были у врача На той неделе И врач одной ей сказал Что давайте Принимайте химические таблетки Эти все нормально Там Полегчает А когда она вышла То сестре сказал Говорит У нее онкология Говорит Никакого надежды Говорит Просто нету Что будет излечение Силы и терпения Но я Я прошу Как говорится Ваших молитв Я не знаю Как маме это передать Сестра это не передала И я И я тоже не стал это передавать Потому что я верю в чудеса Я все-таки верующий И Врач он сказал свое мнение Ну да это конечно Я так понимаю Что это какая-то злокачественная опухоль Но она видите в каком месте Она не в желудке Ни в почке Ни в печени Ни где-то Ни в сердце А именно В мышце В самой мышце Вот этой седальной И я так понимаю Что это могло Надолго Затянуться Но она Эта мышца Она примыкает Прям к копчику Прям к основанию копчика Ну и там короче Разговор идет о том Что может прорасти в кости Все Вот в чем дело Говорит Андрейшек Знает Так что У нее постоянные боли Она уже просто так Передвигаться не может Уже Она ходит вот с такими Хордунками Это все очень быстро Прогрессирует В течение буквально Трех месяцев Она вот только что На огороде Садила огород сама И ухаживала А потом раз Все и кончилось И сейчас приходится Сейчас там Молодой этой Тринадцатилетней Племяннице Внучке ее Надо вот теперь На огороде что-то делать А она вообще не приучена Она ее не приучила К этому Они боялись Потеряевку отправлять Да боялись А теперь все уже В общем Страшно Когда все это Через духовное Проходит И очень тяжело Теперь и читать И молиться Тяжело К ней сестры приходят Про сворки приносят Ну а она говорит Теперь наверное Я уже не смогу ходить Чтобы он ее туда Причащать приезжал Я говорю Так пошли сестру Пускай поговори Вот сестра со мной Говорила на той неделе Я говорю Никаких вопросов то нет Он видать добрый Батюшка то такой Понимающий Уж это то дело Не делают Пригласите его Пускай он причащает ее Чтобы не ушла просто так А то от этих болей Что там непонятно будет Помоги господай бог Чтобы без ропота и уныния И отчаяния Да Но она не в общем Виктор Андреевич Про Алексея Про Алексея Семенович Я хочу вам сказать Прошу вас молиться О нем усиленно Потому что во вторник У него будет операция А все таки до операции дело дошло Ну его увезли В раннем обиле Увезли туда В Томск А с чем это это было? Сердце Сердечное Десять лет назад Продвели Обхоженные на стомозы Три Анастомоза Шунты Как называемое Аортоколонарное шунтирование От главного сосуда В организме Аорты К мышце сердца К сосудам Самой мышце сердца Провели Входные Где место там Вот оно Забито Они вокруг него И в эту артерию Вошли Теперь эти все три анастомоза Один из них практически не функционирует Два тоже Других Они тоже Мало функционируют А где Фруси Поэтому у него сильнейшие боли Сильнейшие боли Возникают Не Фруси Не Фруси Не Фруси Не Фруси Не Фруси Не Фруси Только на фруси Не Фруси Не Фруси Не Фруси которые могут закончиться смертью на операционном столе Миша, Миша, Миша это здесь кости, да, тоже нет, нет, это эндоскопическая будет операция, но она очень такая, чревата осложнениями будет проводить сам заведующее отделение, Андрей его зовут, да, Андрей вот, помолитесь об Андрею чтобы Господь укрепил его в обедствующей руке, чтобы все прошло ну, если угодно, Святой Волик чтобы Господь его еще возник от отрабатывал вот, значит он здесь, будучи в больнице исповедовался, ну, батюшка его исповедовал, причащал там в этом, мало того, когда он еще был потом приехал здесь, лежал уже у нас в больнице, он у нас здесь батюшка ему разрешил, он исповедовался здесь, в нашей больнице в часовне, теперь там он уже, вот сегодня он должен был, вчера должен был исповедоваться, сегодня причастие будет не будет, ну вот так То есть он постоянно молится, Алексей Загуляев ему записал Библию, он слушает постоянно, читает. Я ему дал книгу Данила Сосоева, инструкция для бессмертных, или что делать, если вы все-таки умерли. Он первое время читал со страхом, а потом как-то, говорит, адаптировался, привык к этому. Ну, естественно, да, страшно. Ну, с батюшкой мы ему напрямую сказали о возможных исходах, сказали, чтобы он готовился к этому. Но все равно нужно молиться, чтобы Господь его укрепил. Молитесь о моей жене, Рабина Дежды, у нее тоже с ногами очень серьезная ситуация. Не знаю, как сможем, не сможем поднять ее, но... Как поднять? Лежит что-то? Нет, она двигается, но очень болезненна. Понял. Ну, это уже в какой-то степени, да? Да, да. Понятно. Мы делаем гимнастику, там, разные мероприятия принимаем. Да, это... Миша, он где? Самая лучшая это гимнастика. Миша, ну, да, он где же зеленый змей. Да, да, ноги двигаются, он лучше. Ну, сходите. А это где такое? Зеленый змей где? Где? Да, в любом. Это марию рамлю каждого алкоголика сидит внутри. Правильно. Куда-то он уехал. Я не на него ехал. Змей у души дома. Змей всех дома. Если он еще жив, неизвестно. Надо все-таки, наверное, как-то посетить. Братьям, по-моему, то я говорю... Ну, позвоните, да и все. А он не отвечает. Не отвечает, только не бежит. Он не ответит в этом состоянии, уже все. Я звонил, не ответил. Когда? Ты что тебе сказал? Нет. Когда ответит? Ну-ка, позвоните. Да вот с кем мы говорили. С Таней, по-моему, мы говорили. Сейчас я попробую позвонить. Миша, ну-ка. Тетя, вот тетя что-то хочет сказать. Еще хочу сказать вам, братья и сестры, я хочу напомнить о том, что у нас 24 июля была годовщина нашей сестры Анастасии. Я хочу сказать о том, что многие из нас, в том числе и я, при ее жизни мы многое говорили, что нелестно в ее адрес. А потом, когда я общался с ней, будучи в ее уже болезненном состоянии, я понял, что эта личность, личность очень интересная. Она писала стихи, она рисовала. То есть в ее условиях, в которых она находилась, и как она была воспитана, она для детей сделала все, что могла. У нее больше не было заложено. Все, что могла. И она принимала вот свою болезнь, большей частью безропыта, на 90%. Иногда, конечно, срывалась, было такое, она потом сожалела об этом. Но большей частью безропыта, уныние, отчаяние, с благодарностью. Она исповедовала Христа, будучи в больнице. Вокруг нее люди с благодарностью вспоминают о том, когда с ней общались. Так что помолитесь о ней, чтобы Господь ей даровал Царствие Небесное, где пребывает все лица Господа. А Ефросиня-то где? Фросиня, что ты там делаешь? Иди сюда. Совсем плохая была. Какой телефон? Иди сюда. Что там прячешься? Вечером скрываются листочки. Что такое? Вот сказала им, заберите. Голова болит? Нет. Ну, садись сюда, садись. Еще хочу поделиться с вами о моем впечатлении от общения с мусульманинами. С ним я общаюсь уже, можно сказать, даже много лет. Он работает в нашей больнице. Таджик. Глубоко верующий. Мы с ним, когда общаемся, вот как будто я с православным разговариваю. Вот много у нас общего, понимаете, много. Причем он не стесняется об этом говорить в транспорте. Вот мы там с ним едем в транспорте. Говорит это открыто. Не шушукает, не втекует. Он открыто говорит, что верующий. Когда верующий человек, он говорит, тогда с ним легко и приятно общаться. Причем он выдал свою дочь замуж. Она уехала, тоже врач. Выдал, уехала туда. И долго, несколько лет искали они невесту, своему сыну. И вот он уехал, он здесь закончил медуниверситет, закончил ординатуру по лорболезням и уехал в Питер. И в Питере там нашел себе супругу, которая оттуда из их родины. Представляете, как мир тесен. И вот он мне показывал фотографию. И это просто надо было посмотреть. Как они умеют, мусульманки, одеваться красиво. Вот это вот женственность такая, знаете. Это вот красота и женственность одновременно. Это вот просто поразительно. И он очень доволен. Доволен и рад тому, что произошло, что она верующая. Что у нее, она учится, получает высшее образование, уже есть музыкальное образование. И все такое. Она собирается опять еще второе образование медицинское получить. Но говорит, как только появится ребенок, скорее всего, эта идея засохнет. Похоронена. Тем не менее, да. Так что вот они, как говорит Ивнатих Иванович, несколько раз говорил о том, что они религиозно-талантливые. Он рассказал мне эпизод. Говорит, был я в Новосибирске. Это была зима. Холодно, очень холодно на улице. Я говорю, время намаза. Я не могу найти место, где совершить намаз. Я вижу храм ваш православный. Я захожу туда, спрашиваю, можно мне помолиться? Да, можно, конечно. Я мусульманин. Вешевый говорит, посмотрели на меры. Но, говорит, дали мне место, такое хорошее место. Я говорю, там совершил намаз. А почему нет? Так что вот такое вот общение интересное. На вообще можно вот... Я действительно понял, что это люди религиозно-талантливые. И он причем считает это постоянной. И его вся семья глубоко верующие. Глубоко верующие и мусульмане. Тетяна, он что-то ушел. Где тетяна? Все ушла. Все. Можно еще? Хотел поблагодарить всех за молитвы. Ну и брата Севастьяна нашего. Он как адвокат, конечно, на месте там оказался как раз. Я даже не знаю. Ну, Господь это одно из чудес, какие Господь делает. Выиграл он с Божьей помощью для меня два дела моих по пенсии. Районный суд и краевой суд. Краевой уже прошел. Да, краевой прошел. И они там вижу, что... Что это коллегия, тройка. Там тройка. Три женщины было. Три женщины? Три женщины. Я бы не сказал, что... Ну, они мне как-то все глянулись. А председательница, она такая вообще молодец. Я что-то посмотрел. Я посмотрел сразу, думаю, так у меня спокойно на сердце, думаю. Они не будут, думаю, там что-то сейчас затевать. Не пойдут они на это, чтобы против суда районного там. Там у меня мужчина был. Поэтому и ты им приглянулся. Ну, я, да, я зашел, как болящий, на костыле, конечно, все. Я мог без костыля, но это было бы очень уголко смотрелось. Ну, и как только я заявил представителя, они даже сами заявили, говорит, у вас-то это представитель. Я говорю, да, да. Я все пытался запомнить, как мне Севастьян сказал, чтобы его оставить или там. Ну, запомнил одно, что он представитель у меня. А что там дальше надо с ним делать с этим представителем? И они сами, у вас тут представитель Бауэр, да? Я такой, да, да, головой закивал. Ну, запишите, она такая, запишите его, запишите. То есть, мне ничего не надо было даже говорить. И они сразу, я неинтересен стал, сразу на него переключились. И разговаривали только с ним. А Севастьян отвечал им такими фразами, адвокатскими, юридическими, философско-такого ихнего ораторского искусства. Больше, смотрите, все очень кратко. Все и очень кратко, главное, да. И они его поняли. А одна так интересная, которая приседатель, она такая немножко вперед наклонилась, такая сидит. А одна, которая с этой стороны была, она вот так вот, вот так, вот такая слуха, внимательно его слушает. Я слушаю его, ничего не понял, что он там наговорил. Я понимаю, что он говорит правильно, что он будет другой договорить. Ну, что они там друг к дружку на территории? Что там, 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 в течем языке? Я попытался запомнить, думаю, так, Игорь, запомни-ка вот это вот выражение, как он сказал там, три слова. Ну, мне легче Шарикова запомнить, знаете, вы находитесь на низшей ступени социального развития. И я так себя представил. Всего лишь надо было запомнить. Прошу допустить моего представителя. Прошу допустить моего представителя. Я представителя помню, а дальше что там? Прошу допустить. А что, прошу допустить, прошу допустить. Понимаете, эти просьбы, я только к Богу так обращался. А здесь нужно идти прям, и лучше задом заходить, что как это мусульмами делают. Чтобы... Ваша честь. Ваша честь, да, у них все это там строго. И знаете, там самое интересное, что когда сидишь, когда сидишь, там вот так вот. Вот так, сидишь там. Че это? Че это? Я спрашиваю. Все, Стяна, че это за свисток? Он говорит, ты будешь как собака Павлова реагировать, если ты тут постоянно будешь сидеть. Оказывается, вынесено решение. И у них там вот такой датчик стоит, и он так... Крайне неудобно, организованно. То есть, всех приглашают к одному времени, к часу. И потом вызывают в зал заседания. Там сидят... И в какой они сами захотят. Там 12 у нас было этих дел. И там человек 30-40 было. На 12 дел. Ну, мы двое там, еще все с адвокатами, конечно. Вот, когда они послушали, дальше надо выйти. Они там совещаются. Замещались, и чтобы позвать назад, там есть там кнопочка, а взяли, и этот сигнал. Вот такой же. Да, и к шести часам, если долго рассматривать, к концу дня, начинаешь на этот свисток реагировать. Как это? А, конечно, все дела рассматривали, а потом потом... Нет, нет, нет. Сразу смотрели, остались на совещание, потом позвали... Самое интересное, самое интересное было, что... Ну, она говорит, да, тут очень подробно, ну, довольно-таки подробно расписана профессиональная деятельность. А Севастя говорит, ты пиши там, как о геологии своей. И я начал, думаю, напишу небольшое эссе о геологии. Небольшое, прям, краткое, ну, чтобы так, для людей, которые ничего не понимают, но понимают слова отдельные. Я там написал, ну, как бы, там, в скобках, пояснения какие-то. И на четырех страницах написал, ну, так, убористым текстом. И они, видать, это все... Я говорю, Севастя, ну, это, наверное, не пойдет, что это? Ну, посчитал, говорит, да нет, ничего, вложил. И это пошло, оказывается, я даже удивился. Они не следствия не выдавая, то еще пересмотрят. То есть они, они не... А геологии-то что они знают? Они знают о сельском хозяйстве, что-то. А о геологии, это у нас район-то не геологический. Тем более, они о Колыме говорили. Я их немножко хоть раз потешил, там, чутка. Потому что такие рутинные, там, идут все. А тут, в Магадан, там, Колыма. Они выговорить не могут, они читают, я понимаю, что они неправильно даже ударение ставят. То есть люди... А потом за нами выбегает, когда уже все, мы пошли на решение это, выбегает один и говорит, а сейчас на Колыме там жарко, жарче, чем у нас. Я говорю, там до 48 градусов бывает, но морозы там таки останутся такие же, то есть ничего хорошего-то не будет. И все, и мы потом долго стояли, что-то долго они там решение принимали. Я думаю, они чай попили, может. Попили. Ну, потому что это, я думаю, ну что такое. Слава Богу, аллилуйя. А в этот, у Севастьяна там какой-то знакомый, его адвокат. И он сидит и поджуживает, главное, такой. Чего? Ему говорит, чего? Волнуешься? Севастьян говорит, ты знаешь, я вот что, лет 16 хожу, так ты сказал, да? И все время, когда вот это вот, и чем дольше, говорит, не делают, тем больше волнуется. Чем дольше они выполнены. А мы зашли, вот зашли, Севастьян впереди, я его пропустил, я сзади на костыле. И он раз поворачивается, уже назад. Я такой, а что такое? А они уже все сказали, все, решение оставлено, все, идите. Я что, уходим, все, что ли? Все, да, все, говорит. Уходим. Не разговаривали со мной, да. Не помню. А еще же есть другая инстанция, они могут в другую инстанцию? Ну, там уже гораздо сложнее. Просто так. Кассационный порядок, там уже практически не отменяются решения. Сложно уже. Ну, правильно. Коллегия уже, то есть суд Алтайского края постановил весь. То есть там коллегия, это сложно. Тройка. Да, под такую тройку попасть, конечно, приятно, когда все женщины. Хуже было нашим предкам, когда они под тройку НКВД подпадали. Знаешь, в уголовной коллегии, там тоже большинство женщин сидит. Да. И они могут отмерить так, что... Мало не будет. Мы же, как мы знаем, натура наша сейчас. Я вам скажу, что вот сейчас в отношении врачей в Следственном комитете создан отдельный подкомитет, или как, не знаю. Ну, отдел там, разделение специальное, да. По так называемой ядрогенной патологии. То есть врач, он может ошибиться, естественно. Неправильно трактовать что-то. Или технические какие-то затруднения во время операции могут возникнуть, которые могут сопровождаться дальше осложнениями с летальным исходом, то есть со смертельным исходом. В частности, вот у меня пример буквально, вот, хирург у меня был на прошлой неделе, разговариваем с ним. Он разговаривал, потому что я смотрел материал, который он потом... Который операционный материал. И для него важно было, есть опухоль, рак, злокачественная опухоль или нет, ткани поджелудочной железы. Потому что на фоне хронического панкратита, то есть длительного воспаления ткани поджелудочной железы, у него еще возник и рак желудка. А хронический панкратит чаще всего это вот на этом фоне возникает. На фоне зеленого змея. И вот он сделал все, что можно было сделать, но тем не менее, они были предупреждены о возможных осложнениях. Он дал расписку, естественно, все. Ее жена после смерти прилетела туда в отделение, всех облаяла, всех там, вплоть до матов, наверное, и подала в суд. И вот он теперь должен нанимать адвокатов, платить им в течение уже теперь полугода. Как зовут? И вот теперь он доказывает, что он не медведь. Как зовут? Александр в него занялся. Так что вот такая ситуация. Есть такой вот отдел в Следственном комитете, который занимается такими. Причем они, не будучи вообще не имея никакого медицинского образования, они вот решают. Может, в данном случае это будет метрогенная патология и все. И прилепят и большой срок вполне. Вы сами не решает, Диктор Андреевич, конечно. В любом случае экспертиза проводится. Ну, я знаю, как эти экспертизы проводятся. Поддержку Виктора Андреевича сказать. Дело все, вот это был такой, это, Пирогов Николай Павлович, да? И он, знаете, когда захотел людям помогать сильно-сильно, он учился уже, ну, с детства. Николай Иванович, да, Николай Иванович. И он хотел помогать. Он когда увидел, как с людьми анестезию принимают, в Берлине он там был, и по башке там колотят войлочными молоточками такие мужики-дюжи. И он понял, что это, ну, никуда не годится. И вот он решил, что... Раньше эфир был, но его не могли никак применять. И он установил дозы там, сколько там капнуть именно, на вес человека. Там вот это сложение и все остальное прочее. Вот это он. И он смог добиться этого. И уже в 54-м году он начал, 1800, делать операции при Крымской войне. Он до этого делал экспериментальные, а потом в Крымскую войну там столько было раненых, ампутации и так далее. И он смог в 70 раз уменьшить смертность. Вы понимаете? Да, но он трудился для этого. Он много, он знал... Ой, ну, профессор, что там говорить, все знал. Я просто вот слушаю, вот Виктор Андреевич говорит об этом, что многие там начинают возмущаться, родственники, что неправильно там медокаментозное лечение, неправильно там положили, неправильно там взрезали, сказали одно там другое. И вот начинаются. Я хочу так сказать. Давайте по слову Божьему посмотрим, как это все было. Вот расслабленного принесли на носилках. И вот сейчас бы мы Евангелие читали и там так. Расслабленного несли четверо. Этот расслабленный когда-то получил какое-то осложнение, и теперь у него там панкреатит, поджелудочная железа. Ну нет уже этого ничего. Ну расслабленный, расслабленный. Ну так нет. Дальше. Да спокойнее вы относитесь, спокойнее ко всему. Дальше я хочу сказать еще. Вспоминаем Илья Азара. Книга Маковейская. Вторая книга Маковейская. Как Илья Азар спас свой народ. Там большие слоны были вышли, там против еврейского народа. И он подскочил снизу, и у него сломалось копье, и кусок копья остался. И у него ничего не оставалось. Он ткнул в живот слону, и там не говорится дальше. У слона выпали кишки, там длинная двенадцатиперстная кишка оказалась пять метров. Просто он ткнул его в живот, слон сдох, упал на этого Илья Азара и раздавил его. И не сказано, что у него лопнул череп, глаза вот так вылезли, там мозги растеклись. Просто вы спокойнее ко всему относитесь, сестры, перестаньте. А как там, а что там, а где у него там, что там, какие сосуды. Вам какая разница. Вы молитесь, вы в чудо верьте. Вы что, великие профессоры что ли, сейчас будете раскладывать нам химические какие-то реакции, которые происходят, или что. Виктор Андреевич стоит перед вами, который раз начинает объяснять. Отстаньте от него. Вы все равно ничего не поймете. Вы, Слово Божие, читайте, нигде нету никаких подробностей. Есть подробности в житиях святых? Есть такой. Правильно, брат, ты вот когда застыл на этом внимании, когда начинаешь говорить, что вот человек болеет. А что у него? Да вот это зачем? Я узкой у него. Это меня уже вот, сегодня до меня это дошло. Ну болеет человек, просто молитесь. И когда вы между собой разговариваете, вот это вот, ну о здоровье, я знаю, вот меня сегодня спрашивает о здоровье, сестра. Я знаю, дальше начнется. Я говорю, ну видишь, я перед тобой живой. Ну у тебя же нога, чего вы меня добиваете? Ну нога у меня и нога, вы что мне сможете новую дать или что? Виктор Андреевич стоит спокойно, не реагирует ничего на это дело. Я хожу по больницам, где надо я бываю. Мне хватает вот это вот за глаза. Вы о духовном поговорите, чтобы и я забыл о своей ноге, и ты о своей голове, вот этой вот, где пустота вот в духовном плане забыла. И все нам всем хорошо станет. Где-то болячка, кто какие там лекарства. Вы хоть раз до конца дочитали один лекарственный препарат, который вам давали. Вот раскрываете там, и там написано. Его содержание. Хоть один дочитал до конца. Глюкал металл, микометр металл какой-то там. И вам что, это говорит что ли что-то? Я думаю еще, люди там, которые вы сидите, вы что так упираетесь-то? Мы поняли тебя. Кому вы все это объясняете? Спасибо. Я вам рассказываю. Вот адвокат, он просто говорит набор слов правильных. Я не могу понять. Если бы я начал им что-то объяснять, они бы сказали, так садитесь, невозможно, слух режет. Что вы говорите? Брат, они мне тоже сказали, чтобы я долго не говорил. Ну да, ну так ты поэтому кратко, но полное содержание. Так что, вы понимаете, я больше того сестры скажу. Больше того, сестры, 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 сестрам обращаюсь уже. Что все? Я больше того скажу. С вами о духовном-то говорить вы многого не понимаете. Начинаю про историю говорить, вы историю не знаете. Географию начинаю, географии пробелы. Как с вами разговаривать? Вы лучше побольше географии читайте за пятый класс. И историю тоже. Не так долго, но тоже три вопроса. Первое, я хочу сказать, Любовь Петровна посетили, у нее очень плохо с давлением. Хотели скорую вызывать, но сестра не дала, говорит, таблетками напоила. Вроде легче стало. За нее молитесь, она говорит, я не могу, мне плохо, короче. Второе, видели букет сегодня. Эта соседка мне вчера звонит вечером. Я, говорит, тебе гортензию положила, говорит, отнеси в храм за меня. Я добавила к своим цветочкам. Хороший получился. Красивый. Людмила, помолитесь, она с 30 лет, у нее 7 операций рака. Такая жизнерадостная женщина, сейчас 60 лет, 30 лет она раком болеет. Более жизнерадостного человека, трудолюбивого, я не видела. Сколько она трудится, все успевает, всегда улыбается. И третье, я хочу поблагодарить за ваши молитвы. Сама чуть не умерла, очень сильно болела. Ночью проснулась, от того, что у меня сердце выскакивает, мне плохо, я вся горю. Думаю, по времени температуры, если что, я поеду в скорую вызывать, потому что кровопотери страшные были. Замерила, температура низкая, наоборот, 36. Давление 170 на 100 почти было, и пульс на 100. Я вышла помолиться на улицу. И почему-то мне пришла сразу о кровоточивой женщине. Я не знаю, вообще, ей кто-нибудь молился, нет, но раз ее Господь похвалил, дерзай, червера твоя спасла тебе, я ей помолилась. Поверите, нет, ну вот прям вот минута не прошла, я почувствовала облегчение вот сразу. Я помолилась, мне лучше стало. Я поворачиваюсь домой, заходить на веранду, и у меня в голове голос, хочешь песню написать? Мне завтра так хочу. Я пришла, легла, начала засыпать, и мне вот так вот бухточка, заливчик, водичка колышется, там ракушки, камушки, и у меня сразу текст песни. Я давай заучить, мне лень вставать 2 часа ночи. Ну да, и все равно утром я ничего не вспомню, соскочила, записала. Вот, 4 четверостишь я была. Ну мне, я проснулась, ну прочитала я стихи, выучить. Я думаю, мне песню охота, песню, чтобы петь ее. Давай, я музыку уже не пишу, я давай, значит, подбирать, какую музыку можно, с какой песней. Ну и мне пришло, ну, как провожают пароходы. Да, ну вот Эдуард Хирпел в 76-м году. Ну там у него припев для связки куплетов. И припев я написала сама остальное. Я не пишу вообще, не задаюсь целью никогда. Просто вот пришло, я записала все, я даже не помню потом, что я записала, мне надо читать. Сейчас постараюсь исполнить, правда, я долго слушала Игоря, я уже на реймотив забыла и слова. Как провожаю в пароходы. Во-во, все. Волной смывает все печали, уже отхлынула тоска. И чтобы ни было в начале, ведет дорога в небеса. К тебе, спаситель, прикасаюсь в своих молитвах и делах. И каждый день тебе я каюсь в своих содеянных грехах всегда, всегда. Тебе всегда, 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 молюсь всегда. Придет момент, настанет время, когда не в мыслях наяву. От всех омытой согрешений к ногам твоим я припаду. Тогда достигнутого счастья, в словах не в силах передать. Войду в небесную обитель, где вечно буду ликовать. Всегда, всегда, буду всегда, 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 с тобой всегда. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава Христос. Слава Христос, Аллилуйя. У меня, знаете, немножко не в тему получается. Мне звонила Нина, если помните, я в сию минуту забыла ее фамилию. Свешникова. Свешникова. Да, да, Свешникова. Она уехала на Украину, далеко. Очень скучает по всем. И она о каждом из нас спрашивала, кто что, как живут, как делают. Что там, вплоть до того, что в огородах-то как у вас там помидоры в этом году и все остальное. Но она очень-очень тоскует. Сын купил ей домик с участком. И она говорит, у меня хоть немножко душа отошла, я без огорода не могу. Поэтому вот мы, конечно, свои огороды так иногда... В храм-то ходит? Ходит в храм, познакомилась с женщинами, которые там есть. Но говорит, лучше наших женщин нигде нету. Поэтому она всем привет передает. Лучше наших сестер. Помолите, да. Лучше наших сестер нигде нет. Помолитесь со здоровьем. Помоги. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Нина Свешникова. Она хорошая сестра была. Долгая. Она у себя в лесу огорода. Очень хорошая. Отношения с сыном, со старшим у нее все хорошо. Но вот тоска по дому, по общине, очень сильная тоска. Прям вот со слезами как-то в голосе, с надрывом говорит. Ну, очень тоскует она. Помоги, Господи, справиться. Так еще? У кого есть слово? Тут еще приезжает, вот завтра приезжает к дроботам, к ребятам. Зеленский. Как его? Станислав? Я уже думала. Станислав Юрьевич приезжает. Ну, он когда сюда приезжает, не попадает. Вроде верующий человек молится. Приезжает, повыдать детей. А он где-то... Он в Кургане. Он уже зимой, оказывается, приезжал. Я не знал, что он приезжал. Ну, Сергей, как-то Пупков с ним больше общается, Игнатий Тихонович. Такой человек. Ну, верующий, говорят верующий. Занимается с ними. Приезжает, по слову Божему, и занимается с ними. Ну, Ваня, он помогает и материально тоже. То есть, как бы поддерживает. Он с Настей был знаком. Они были знакомы в интернете, потом... И он сюда приезжает, чтобы воистину посмотреть, Ну, как тут что ведется. Ну, так как он материально тратится и духовно расположен. Ну, они не против, ребята, я так понимаю. А как его зовут-то? Станислав Юрьевич. Станислав Юрьевич. Ну, он это такой, простой в общении, да? Как он с отцом-то вашим реагирует? Я бы приехал туда к вам. А отец-то его принимает? Да. А возраст у него какой? А возраст такой? Возраст у него какой? Ну, сейчас вместе. По-моему, точно, я не знаю, он где-то за 50. За 50, да? Ну, он еще не пенсионер. Нет. Ну, то есть, я спрашиваю, а почему он не попадает никогда сюда-то к нам, чтобы прийти показаться, помолиться вместе? Ну, он у них там день-два и уезжает. И сейчас тоже самое, наверное, опять не попадет. Потеряешь, он не ездил. Нет, он не ездил. Его располагают дети. Вы скажите ему наше пожелание, чтобы мы с ним познакомились. Да, да, потому что, ну, непонятно, что-то. Детям ездит, сюда не попадает. Как будто дети от нас как-то куда-то. Мы, скажи, в общине находимся. Дело все в том, что мы же тоже тут занятия проводим. Он смотрит, он все видео, которые выставляют. Интересно, запишите хоть, о чем мы с вами говорим. Пусть живет у вас Дова Харькова, не спешит за три дня управиться. Ну, это он мне на два дня, на недельку обещает. У него-то, наверное, у него-то, наверное, там жена, тоже дети есть. Нет у него детей? Нету. Он один живет. Он может быть поэтому такой сердогольный. Он один живет. Один даже живет? Да. Ну, в общем, как-то немножко. С одной стороны, понятно, милосердник. Вот кто-то по профессии, у него кто-то есть? Я вижу, кто. Детям это не интересно пока. Ну, нет, я спрашиваю много. Они даже у меня не спрашивают о геологии. Что-то такое никогда. Так, ну, еще у кого есть слово? Самое интересное. Ну, таматика. Красивое. Золото. Будем завершать. Камни. 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 Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Егова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а вовочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще помните, сегодня произносилось имя о болящем Анатолии. Это отец наших, ну, муж, Алевтина Пантелеевна. Да. Анатолий Кузьмич. А что ты? Серьезно, болен, он был несколько недель. А слабел? А слабел? На неделе был в больнице, он сейчас дома. Понятно. Продолжает болеть, так что помолитесь о нем. Да, он болеет. Знаете что, подождите, не расходитесь сейчас. У Насти было 24-го числа, да? Это поминовение. Давайте споем ее. Вечная память. Вечная память. Сейчас надо вспомнить. Подождите, а то как... Да вон батюшка же здесь, что вспоминать. Со святыми упокой вот так. Со святыми упокой. Ноченька, обеды. Обеды, да? Ну, давайте споем. Со святыми упокой Христе Душу Рабы Твоей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»